Ну, я вообще-то Большой театр рассматриваю в другом измерении, и даже не в экономическом. Вы знаете, что такое Большой театр? Это вот если пирамиду России нарисовать, то на вершине стоит именно Большой театр как сгусток, как высочайшее достижение нашей цивилизации в области искусства. И вот этот имидж, и вот эту пирамиду выращивания талантов мирового уровня, даже выше, чем мирового уровня, нужно было хранить как зеницу ока. Но, к сожалению, как во всем, мы в основу положили там прибыль, положили бизнес, положили, значит, еще какие-то черные схемы, и мы получили то, что обязаны были допустить. Ведь и директор Большого театра – это не великий человек, не человек искусства. И Швыдкой, который курировал, значит, строительство и реконструкцию Большого театра, это отнюдь не такой высоконравственный человек. И пришли просто в Большой театр и затеяли реконструкцию лишь с одной целью. Вот те, кто осуществлял, подавал идею заработать негласно деньги, черным путем заработать деньги. И это, конечно, страшно. Когда еще в фирмах воруют коммерческих, это можно просить. Но когда в альмаматор вот нашего величайшего искусства это происходит, это повлекло скандалы из разного рода там, связанные с уходом выдающихся наших артистов. Скандалы вот по поводу и ремонта и так далее. И сегодня вот эта альмаматор высочайшего оперного и балетного искусства, она стала, становится сегодня, знаете, центром вот всякого жульничества, мошенничества и так далее. Это очень печально. И это гораздо вот ущерб, нанесенный Большому театру, как вот на эти цитадели вот этого искусства, он гораздо превышает вот эти всякие хищения и так далее. Спасибо.